В России может появиться казачья милиция. С таким предложением выступил атаман всероссийского казачьего общества Николай Далуда. Сочинцев попросили не мешать ремонту дорог, в частности, не парковаться там, где начались работы. Сочинская рыба улетела в Ижевск, Махачкалу и Бишкек. Там из икринок будут выращивать адлерскую форель. В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию. Первыми на лед вышли совсем юные спортсмены. Сократить потери времени и увеличить производительность труда в Краснодаре. Заработала фабрика процессов. Учебную площадку, созданную в рамках профильного нацпроекта, сегодня посетил глава Кубани. Первыми участниками фабрики стали сотрудники четырех промышленных предприятий края. На примере реального производственного процесса они получают опыт применения бережливых технологий. Как отметил Вениамин Кондразев, важно, что на площадке сотрудники предприятий учатся не только правильно организовывать свою работу, но и эффективно мыслить. Модернизация в производстве начнется тогда, когда модернизация произойдет в голове, в умах. Вот тогда будет модернизация по-настоящему. И тогда производительность труда на самом деле станет производительностью, оптимизацией будет. Все будет, и прибыль будет расти, и зарплаты будут расти. Вот здесь, я так понимаю, на пальцах вам пытаются объяснить, как достигнуть повышения производительности труда, как достигнуть прибыли максимальной. Это все в совокупности отражается в наших задачах реализации национальных проектов, в том числе и национального проекта производительность труда. Вот кто может сказать, что у вас было в начале? В начале места были расположены не по технологическому процессу, как протекает, а некоторые операторы у нас простаивали. То есть у них было достаточно мало проблем. То есть мы смогли высвободить людей и перевести их на более сложные операции, которые больше загружены. Мы сейчас поставили операции по ходу выполнения технологического процесса так, чтобы операторы самостоятельно могли перемещать свои изделия. То есть из определенного хаоса, который был на столах, вы попытались сделать определенный алгоритм. То есть определенную причину на средственную связь, которая помогает вам достичь конкретного результата. Планируется, что участниками фабрики процессов за год станут около тысячи человек из разных предприятий края. День тезаименитства накануне отметил митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидар. Николай Кириченко, так в миру звали Владыку, во время своего монашеского пострига в 1967 году принял новое имя в честь мученика, который жил в 15 веке. В день памяти этого небесного покровителя с архипастырем встретились губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Тезаименитства – особый день для православных. В такие даты христиане почитают святого, имя которого носят. Небесным покровителем для митрополита Екатеринодарского и Кубанского стал священно-мученик Исидар. Так будущего владыку в миру Николая Кириченко нарекли во время пострига в монахе в 1967 году. Этот праздник важен в первую очередь, потому что это день ангела, небесного покровителя нашего митрополита Исидара. Сегодня было на службе. Приехали все архиереи наших епархий. Была такая торжественная служба. Величали святого Исидара. Нареченный Исидаром священник пережил непростые испытания. Службу он начинал во время гонений на церковь. На Кубань переехал 33 года назад. Тогда в Краснодаре работало всего два храма. Заслуги Исидара перед православным регионом неоценимы. С днем Тезаименинства митрополита поздравляют первые лица края. В резиденцию архипастыря сегодня приехали губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Владыка, от души. Сергей Владимирович, приветствую. Поздравляю. Здоровья вам. Успехов вообще. Спасибо. Спасибо. Во время общения с митрополитом Вениамин Кондратьев поблагодарил владыку за многолетний труд на благо Кубани, за его работу в просвидетельской деятельности и воспитании нравственности. Мы говорим о экономическом росте, мы говорим о росте благосостояния жителей края и прекрасно понимаем, что рост нравственности, духовности – это неотъемлемая часть успеха в целом жизнедеятельности нашего региона и каждого-каждого жителя. И вы делаете много среди людей, и в первую очередь, наверное, то количество храмов, которые сегодня строятся, приводится в порядок, огромное количество храмов, воскресные школы, которые появляются для детей. Это очень важно, чтобы они уже росли в духовности, уже нравственность с ранних лет была с ними. Это ваша заслуга, владыка. В непростых политических условиях для нашего большого государства нужна молитва. Она всегда спасала наш народ, я уверен, помогала выстоять, и Господь всегда отвлекался на просьбы людей, жителей Великой нашей России. Я уверен, Он сейчас нас не оставит. Спасибо вам за ваши молитвы, за ваше служение и жителям края, и, естественно, нашему Господу. Я глубоко тронусь, что губернатор края нашего пришел мне поздравить в этот особый день. Я сердечно вас благодарю, вы сказали слова, ваши добрые слова, ваши добрые пожелания. От души хочется вам также пожелать здоровья, благополучия, многое помощи Божией в вашей многотрудной деятельности. В сане митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидор служит 19 лет. За все время работы владыки в Краснодарском крае в регионе восстановили, реконструировали и построили заново больше 400 храмов. Стали открываться монастыри и церковные школы для детей. Но есть потребность возводить новые церкви. Об этом сами верующие просят епархию. Многое хочется сделать в епархии. Еще сейчас строятся новые микрорайоны. Я смотрю, там нужны храмы. Храмы нужны. Звонят по телефону в епархии. Скажите, пожалуйста, а в таком-то микрорайоне есть храмы? Пока нет. Тут будет скоро строиться. Конечно, мне как архипастор, как управляющему епархии хочется, чтобы у нас в новых особенных микрорайонах построить новые храмы. Потому что народ жаждет, нуждается. Там на большом расстоянии находится. Поэтому прошу вашей поддержки и помощи. Молодойка, спасибо вам за такое напутствие. На самом деле у нас сегодня много строится новых микрорайонов. Они строятся сегодня комплексно, как мы говорили. То есть там не только строятся многоэтажки, а и школы, детские сады, поликлиники. А вот храмы, храмы. Мы этот момент упустили. Поэтому я проговорю сегодня с мэром Краснодара и других городов, где идет активное строительство, чтобы все-таки не забывали про храмы. Без закладки сразу, да? Тем более, если люди звонят, люди спрашивают, люди просят. Просят. Но мы не можем сегодня не отвлекаться на просьбы жителей. Вот я здесь абсолютно с вами согласен. В заслугах Исидора не только возведение новых храмов. При нем на Кубани появилась единственная в регионе духовная семинария, ректором которой владыка являлся долгие годы. И под его же началом на Кубани проводятся Кирилло-Мефодиевские чтения, на которые ежегодно приезжают тысячи церковных и общественных деятелей. Несмотря на почтенный возраст, а митрополиту уже 78 лет, его активная просветительская деятельность продолжается, а Кубань остается оплотом православной веры. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Далуда предложил закрепить в Конституции понятие «казачья милиция». Для этого надо внести поправки в статью, касающуюся органов местного самоуправления. Президент России Владимир Путин 15 января во время выступления перед Федеральным собранием предложил внести правки в действующую Конституцию. В состав рабочей группы по подготовке предложений вошли атаман Всероссийского казачьего общества Николай Далуда, а также спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко. Далуда внес на рассмотрение рабочей группы предложение о праве муниципалитетов формировать казачью милицию для охраны общественного порядка. Он аргументировал свою инициативу тем, что у городов есть деньги на охрану населения, но нет сил, а с помощью казачьей милиции силы МВД будут высвобождены для борьбы с преступлениями. Впервые Далуда выступил с такой инициативой в 2010 году на Совете атаманов Кубанского казачьего войска. Осучинское УВД подвело итоги работы за 2019 год. Результаты оперативно-служебной деятельности озвучили на совещании с участием главы города. Алексей Копайгородский поблагодарил полицейских за работу на крупных массовых мероприятиях. В городе происходит поэтапная активизация предпринимательской деятельности, идет динамический прирост населения. Все эти процессы могут приводить к криминальной активности, поэтому главной задачей сочинской полиции является комплексная, системная работа по подавлению криминала и превращению Сочи в город свободный от преступности, а значит и безопасный для жителей и гостей города-курорта. В прошлом году сочинские полицейские достигли хороших результатов в борьбе с организованной наркопреступностью. Выявили 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В том числе ликвидировали подпольные лаборатории, в которых планировалось производить до 60 килограммов наркотиков ежемесячно. Обнаружены и пять организованных преступных групп. Считаем, был обеспечен контроль за оперативной обстановкой в городе, характеризующий снижением регистрирования преступности, а в общем массиве с сокращением числа отдельных видов противоправных деятельностей. Принятые нами меры позволили в отчетном периоде сработать значительно высшие среднекрайвые показатели по многим направлениям. Помимо дальнейшей борьбы с криминалом у сочинских полицейских, еще одна приоритетная задача в новом году – обеспечение общественного порядка. В 2019-м правоохранители обеспечили безопасность на более чем 2000 городских, всероссийских и международных мероприятиях – спортивных, культурных, политических. За работу сотрудников и ветеранов ведомства поблагодарил мэр Сочи Алексей Капайгородский. На сегодняшний день жители города и все те гости, которые приезжают в наш славный город, чувствуют себя в безопасности. Это самая главная работа. Но вместе с тем, уважаемые коллеги, не могу не сказать о задачах, которые стоят перед нами всеми. Огромные мероприятия, связанные с 75-летним Великой Отечественной Победы. И, конечно же, наш курортный сезон, который будет проходить так же, уже начиная с мая месяца и заканчиваться в глубокой осенью. Поэтому задачи огромное количество. Но мы все с вами понимаем, что именно силовой блок, именно блок полиции нашего города, он самый подготовленный. То, что прошедший год увенчался успехами для сочинской полиции, подтверждает не только статистика, но и общественность. Правоохранители продолжают тесное взаимодействие с местными жителями и активистами ТОСов. Галина Моисеева, Инга Габешия, Максим Кавригин, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Сочи стал самым популярным направлением «Ласточек» на юге страны. В прошлом году скоростными электричками воспользовались более 3 миллионов 300 тысяч человек, что почти на треть превышает предыдущий показатель. Лидирующие позиции занимают маршруты из Краснодара-Вадлер и на Розу-Хутор. Наибольшей популярностью пользуется маршрут Краснодар-Амеретинский курорт. В связи с чем, в начале прошлого года по этому направлению запустили дополнительную вторую пару поездов. Напомню, что с 15 января до конца апреля железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи прервано. Причина ремонтной работы в тоннеле в Туапсинском районе. Сейчас действует единый билет. По нему пассажир может доехать на автобусе из Краснодара в Туапсе, а дальше по этому же билету доехать до Сочи, Адлера или горного кластера на «Ласточке». Подробную информацию можно получить по телефону информационного центра РЖД 8 800 775 400. В ближайшие сутки в Сочи ожидается сильный дождь со снегом. Возможно формирование смерчей над морем. Также прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду. По поручению главы Сочи все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Автовладельцам напоминают о необходимости оснащения транспорта зимней резиной. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. И к другим новостям. Сочинцев попросили не мешать ремонту дорог. В частности, не парковаться на участках, где начались работы. Замена покрытия ведется на улицах Гастелла, Голубые дали, Богдана Хмельницкого, Крупской, Ульяново, Садовой, Лебединой, Дачной, Коммунистической, переулках Привокзальны, Павлова, Лазарева и других. На этих участках временно будут установлены соответствующие дорожные знаки. Локальные ограничения на проезд и парковку транспорта необходимы для соблюдения технологии. Дорожникам необходимо снять изношенный слой асфальта, устранить пробоины и уложить новый верхний слой асфальтобетона. Автовладельцев просят заранее планировать пути объезда и выбирать другие места для парковки, а также оставлять номер телефона для связи, в случае если машина все-таки осталась в зоне ремонтных работ. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи планируется отремонтировать 86 объектов протяженностью более 71 километра. На эти цели городу выделено 830 миллионов рублей. Сочинцам напоминают о необходимости борьбы с вредителями, особенно с мраморным клопом. Зимой клоп наиболее уязвим, однако его численность из-за комфортных погодных условий на курорте не снижается. Горожан просят возобновить обработку своих участков от коричнево-мраморного клопа. Специалисты советуют сочинцам регулярно проверять подсобные и складские помещения, сараи, гаражи, чердаки и веранды. Также нужно осмотреть кондиционеры, электрощитки, вентиляционные отверстия, оконные и дверные проемы. В нежилых помещениях при массовых скоплениях вредителей разрешается применять опрыскивающие препараты, перитроидная и неонинокотиноидная групп. Особое внимание стоит уделить участкам с расположенными на них пасеками, так как мраморный клоп любит заселяться в ульи. Уже в феврале первая партия живых икринок отправится из сочинского форелеводческого завода в Таджикистан. А сегодня партия будущих мальков самолетом улетела в Ижевск, Махачкалу и Бишкек. Адлерское форелевое хозяйство – единственное в стране, которое поставляет рыбопосадочный материал и икринки по всей России и за рубеж. За отправкой наблюдала наша съемочная группа. Вот в этих инкубаторах уже оплодотворенная икра доходит до так называемой стадии глазка. Через оболочку икринки уже можно различить образовавшийся эмбрион. Этот момент самый подходящий для перевозки. Живые икринки помещают в специальные ящики, покрывают марлей. Сверху – лед. В такой упаковке до места назначения будущие мальки точно доедут живыми. Точнее, долетят. Сегодня в Ижевск, Махачкалу и в столицу Киргизии – Бишкек. На Махачкалу мы сегодня отправляем 100 тысяч икринок, а в Ижевск – 50 тысяч икринок. В дальнейшем из этой икры получится посадочного материала около 30 тонн. В Киргизию уже отправили 200 тысяч икринок. В следующем месяце на 100 тысяч больше. Покупатель получает икру, он уже у себя раскладывает либо по питомникам, либо вот таких прямоточных аппаратов. То есть икра доинкубируется до стадии вылупления. Вылупившиеся личинки находятся в таких закрытых боксах. Они не любят свет. Ну а следующая стадия – активное движение и питание. Мальки живут вот в таких бассейнах. А здесь в водоемах плещутся уже взрослые особи царской рыбы. В сочинском племзаводе пять пород форели. В их числе две собственной породы радужной – адлер и адлерская янтарная. Пользуются спросом, разлетаются как горячие пирожки. Белоруссия, Казахстан, Киргизия очень хорошо с нами работает. То есть, в общем-то, и вся Россия. Вы не найдете на карте России место, где не побывала бы наша икра. Ну а 1 февраля первая партия живых икринок отправится из Сочи в Таджикистан. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Краснодарском крае выявлено более тысячи нарушений в сфере рыболовства. Таковы итоги подразделений Краевого пограничного управления за 2019 год. Возбуждено 55 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 57 человек. У правонарушителей изъято около 35 тонн рыбы, в том числе ценных видов, почти 1700 сетей, 47 плавательных средств и 25 подвесных руль моторов. Часть рыбы удалось вернуть в водоемы. Предотвращенный таким образом ущерб составил 30 миллионов рублей. Кроме того, на браконьеров наложены штрафы на сумму около 7 миллионов рублей, а сумма предъявленного нарушителям ущерба более 23 миллионов. 2500 лет Боспорскому царству отметят в Сочи. В этом году в России пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате. В VII-V веках до н.э. на побережье Черного и Азовского морей возникли греческие поселения, со временем объединившееся в Боспорское царство. Оно просуществовало тысячу лет. На месте Сочи тогда был город Ампсолида. Поэтому курорт включен в маршрут туристического и просветительского проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В нынешнем году в Сочи планируются культурные, научно-образовательные мероприятия, связанные с популяризацией проекта. Одной из них – выставка сочинского художника Ольги Хрисановой в Художественном музее. Она откроется 31 января. Для диалога современным зрителям Хрисанова задействуют художественные образы древней Эллады. Арт-объекты стилизованы под выгоревшую на солнце живопись или вытертую керамику. Выставка продлится до 1 марта. В Сочи сегодня стартовали чемпионаты первенства Краснодарского края по фигурному катанию. Соревнования проходят на Олимпийском льду на базе Югспорта. Сюда приехали порядка 150 спортсменов. Это представители одиночного катания. Первыми на лед вышли самые маленькие спортсмены. Они выступают в категории юный фигурист. Первенство края мы делаем и чемпионат закрытый. Это только наши дети с нашего края, потому что здесь идет попадание в сборную края. Сейчас такая конкуренция в фигурном катании. Там буквально в сотый балл отличаются друг от друга. И лед – это такое дело. Сегодня один сильнее, завтра другой. На чемпионаты первенства Краснодарского края в Сочи приехали спортсмены со всего региона. В числе сильнейших в федерации фигурного катания называют представителей Сочи, Краснодара и Кореновска. Другим регионам мы уже давно составляем конкуренцию. Мы уже попадаем в десятку лучших России. И мы будем двигаться дальше. Благодаря всему наследию олимпийскому мы и катаемся. У нас есть и лед, и все условия для того, чтобы заниматься в сборной катании. Завершатся турниры в Сочи 27 января. По их итогам будет сформирована сборная Краснодарского края для участия в зональных и всероссийских соревнованиях. В Сочи стартуют сразу два турнира по художественной гимнастике. 24-26 января на курорте пройдут сразу два турнира по художественной гимнастике «Рождественские каникулы» и «Морозные узоры». На базе оздоровительного комплекса «Дагамы» состоится ежегодный турнир «Рождественские каникулы». Организатор отделения художественной гимнастики – второй спортшколы Олимпийского резерва. Более 250 гимнасток из Сочи и Армавира в возрасте от 6 до 16 лет примут участие как в индивидуальных программах, так и в групповых упражнениях. А на базе Югспорта состоится турнир «Морозные узоры». На соревнования заявлены 260 человек, также от 6 до 16 лет. Приезжают команды из Астраханской области, Ставропольского края, Владикавказа, Ростовской области, Волгограда, Ульяновска, Краснодарского края. Гимнастки выступят в групповых и индивидуальных упражнениях. Победители будут награждены медалями, грамотами и призами. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова